Девушки отдыхают Претесняться на груди Нет власть, девчонка Пройдут дожди Солдат вернется И только жди Пускай далеко Твой верный друг Любовь на свете Сергей Иванович Сколько раз я вас просил Не носить ничего тяжелого Вам вредно Ну что, у нас некому в магазин сходить? Ничего, Костенькин Я не спеша С остановками Костенькин Тут тебе Дорогой друг Наши отцы погибли в одном бою Если хочешь почтить их память Приезжай 18 марта В годовщину боя На станцию Под... Подбе... Победня Носи, Костя, звездочку С честью И, как говорится Дай Бог Чтобы она Не последнюю была Товарищ подполковник Спасибо, товарищ командир За полковника За генерала Ну, служба превыше всего Потому что я сын солдата Великой Отечественной войны Мой отец погиб Так и не повидав меня Майя замерла спустя три года Вырос я в детдоме Мне было труднее, чем многим Но я твердо знал свою цель Я прошу извинить Что я слишком часто сегодня Употребляю место имени я Но мы офицеры Наши боевые приказы Не знают другой формы Кроме я решил Так вот За решение Которое мы принимаем Годится, Костя Твой отец, Костя, в каком году погиб? В сорок четвертом А мой в сорок третьем И главное, где-то рядом были Я на первом украинском А на втором О, Любаша, ну где ты ходишь? А ну садись Ты хоть выпей Ой, теперь можно Да, в сорок четвертом Кстати, мне сегодня Напомнили об этом Любаш Ты не помнишь, куда я положил ее? Сиди А, вот есть Вольно Ой, зацепилась Без подписи Странное послание А где это подбедня? Это где-то в районе Любаша, а почерк, между прочим, женский Братцы, может это розыгрыш? Да нет, не розыгрыш Я помню, когда мне в детдоме вручали Отцовский орден Был разговор Насчет станции подбедня Какой орден? Отечественной войны Любаш, ты не помнишь, где он? Может, в папиной шкатулке? В деревянной, да? Угу Любаша Лучок О, Илья Иванович Что же-то вы нами пренебрегаете? Да, нехорошо Просим к столу Садитесь к нам, Илья Иванович Садитесь к нам, Илья Иванович И вместе выпьем За звезду За новое звание, чтоб звездочка носилась Только вина, нельзя ему Адутаренович, сиди Илья Иванович Вам, как представителю старшего поколения Слово Передайте, пожалуйста Пожалуйста Сказать, конечно, можно Положено, конечно И проздравить И пожелать Вот Больших чинов достигаешь, Костенькин А за каждым чином Солдат прибавляется Растет твоя команда Зато, значит Чтоб дружно У тебе с ними все Чтоб жалеть Значит Солдат, то есть Они, это Без чинов И им, значит Труднее Вот Я За это самое За солдат Солдат Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Валюха, Анна, девчата Соберите всех, если помру Всех родственников От всех 18 Вот мы с местным председателем колхоза И с Валюхой Это та девочка, которая видела солдат Это она тогда была Валюхой, теперь она Валентина Ивановна. Всех собрали. А главное, мужики там лежат, настоящие. 18 тигров подбили. Так уж и 18. Я, правда, не местный, но мне и линские рассказывали, как они здесь танки рвали. Пушек у них не было. Одни гранаты. Ну, вот такое обстоятельство. Вот. Ну, гранатами обвяжется и по танкам. 18 тигров, 18 хлопцев. Вот такая арифметика. А дальше пешком. Вон она, братская. Пойдемте посмотрим. Там фамилия есть. Пойдемте. Да, жизнь прожит не поле перед теми. О чем это вы? О чем это вы? Подумал, что поле перейти было труднее, чем многим из нас прожить целую жизнь. Вернее, не перейти, а не дать перейти другим. Не отдать его. Это поле. Идемте к ним, Костя. Докурю. Идемте к ним. Ничего. Они не обидятся. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здорово, батя! Витя с без тигровой шкуры Младший сержант Мятников Я! Философ Рядовой Лавкин Я! Калуга Сержант Сайко Я! Балтика Ефрейтор Святкин Я! Можно сват Рядовой Хабанер Кабарбеков Я Хабанера Отставить разговоры Ефрейтор Святкин Я! Выйти из строя Есть! Товарищи бойцы Сегодня я принял третий взвод Комбат поставил задачу Кратчайший срок подготовить ударный взвод Истребителей танков И что же я вижу? На первом же построении Исключительная расхлябанность И разгильдяйство Я думал, вам интересно прозвище узнать Товарищ младший лейтенант Ефрейтор Святкин Два наряда вне очереди За что? Я же, так сказать, в порядке ознакомления С личным составом веренного вам взвода Три наряда Есть три наряда вне очереди Только если можно, на кухне, пожалуйста Четыре! А вот это уж дудки Только три Четыре устав не позволяют Товарищ младший лейтенант Отставить смех Комбат поставил задачу Чтобы третий взвод Стал примером для нашего батальона Примером во всем В боевой подготовке В дисциплине В ношении формы Сержант Балтика Простите, Сайко Почему у вас такой вид? Я здесь временный, товарищ младший лейтенант Я флотский, а у нас на флоте... Где он был ровно три с половиной дня Да и полтора месяца Но на всю жизнь Оставить разговоры, приведить себя в порядок С Вяткин, станьте в строй Я хочу, чтобы вы запомнили С первого же дня В боевой подготовке Не будет никаких поблажек Напротив Будут трудности И еще раз трудности Будут ночные броски Тревоги Тяжело в учении Легко в бою Комбат пришел Взвод с мира Равнение налево Товарищ капитан Третий взвод первой роты Ввереного вам батальона Для полевых занятий построен Командир взвода, младший лейтенант Суслин Здрасте, товарищи Вольно Взвод, вольно Занятие отменяется Взвод на разгрузку капусты И есть на разгрузку капусты Товарищ сержант Горбузенко, командуйте Есть Взвод, равняйся Сверху Товарищ капитан, разрешите обратиться Прямо со школьной скамьи? Так точно, товарищ капитан После десятилетки Мой тоже после десятого Ну что там у вас, докладывайте Товарищ капитан Я относительно Святкина Дерзок Недосциплинирован Такой может весь взвод Разложить Прошу перевести его от меня Такой может А между прочим В последнем бою Святкин Три танка подбил Да, но И награду получал уже в госпитале Я понимаю Он не подарочек Из беспризорников Человек со сложной судьбой Вот и будем воспитывать Вопрос исчерпан Понял, товарищ капитан Кстати, у вас в школе Прозвище было? Не понял А, нет Теперь будет Святкин позаботиться Ага Это же капуста А не футбол Наташа Тоже красива Ну, держи Ну, 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 ну Да вы что, не ели? Ну, бросай Младший сержант Мятников Почему разбазариваете продовольствие? Я не разбазариваю, конечно Просто Отдал два кочана Кому отдали? Девочка, стой Почему посторонние? Она не посторонняя Сирота Отца у нее убила А мать умерла Иди, иди, Наташа Ничего Дядя хороший А младший наш Ничего, мужик Ничего Суслик он, а не лейтенант Да нет, сват Не похож он на суслика Не скажи Что-то у него есть Въедливый от грызуна Чего-чего? Что-что? Порядок В танковых войсках Сережа, вы в каких войсках служили? В десантных Товарищ подполковник Взвод В бою Танки справа Бронебойщики Занять высоту Пулеметчики Отсечь мотоциклистов Фана, який тебе черт Сугроб занес Мотоциклы где ездят Парет, казаки Куда ты тянешь, дура Куда ты прешь, салага Он же не туда показывал Танки справа Так он же туда тыкал Вперед, за мной Держи дистанцию Слушай, где танки? Хабанера, за мной Первое отделение Окопаться Второе отделение Окопаться Первый расчет Десять метров влево Виноват, колесников Принять право Живее, живее Молодцы О, сержант Мятников А вас убило Стало быть, можно встать Так убило же вас Кошмар Да-да-да-да Потому что вы соваетесь И подставляете себя Под интенсивный огонь противника А где вторая бронебойка? Святкин где? Сват! К командиру! Я тут? Товарищ Малачин лейтенант У вас огонька не найдется Что-то моя Катюша Совсем не фурытит Ефрейтор Святкин Огори Почему вы здесь? А бой? Какой бой? Как какой бой? Я же сказал, что танки справа Там же атака Там же ваши товарищи кибнут А вы? Танки Это те, что справа? Ну да Как те танки, про которые вы рассказывали Товарищ Малачин лейтенант Я отбил Как отбили? Отважно Так доложите, как положено Докладывай, все в порядке Бобик сдох Какой еще Бобик? Фрицевский 37 танков лично я пронзил одним патроном Остальные, правда, разбежались Но их там Калуга, мой второй номер Доколачивает прикладом Ефрейтор Святкин Но вы же взрослый человек Ну что вы дурочку-то ломаете? Ну как вам не стыдно? Так это же все бирюльки Аты-баты шли солдаты И один вопрос не по уставу Можно? Можно Слушай, лейтенант Ты когда-нибудь немецкий танк видел близко? Ну так метров в десяти Когда он на тебя прет? Нет? Метров в десяти? Нет, не видел Но это не бирюльки Это учение Понятно А почему у вас ушанка не завязана? Чтобы слышать команды, товарищ младший лейтенант Вдруг вы скажете, отбой Так, все Отбой! Ефрейтор Святкин все танки перестрелял Товарищ эфрейтор, вот что значит фронтала ёпить? Отставить разговоры Разобраться по отделениям За мной бегом марш! Первое и второе отделение не отставать! Белоруссия родная Украина золотая Ну вот, ротный, отличный извод Молодец, Суслин, хороший командир из него будет Жаль, конечно, что боевого опыта маловато Ну а с другой стороны, образование Образование вещь полезная Только говорят, что иногда переученный, хуже недоученного Слыхали про такое, товарищ капитан? Слыхал Ефрейтор Святкин Я не стану вас наказывать Но вы должны дать слово мне Вашему командиру Своим боевым товарищам Что впредь вы не будете срывать Тактических занятий нашего взвода Я не буду Что значит не буду? Что не буду? Не буду? Я не буду Потому и не буду Да ведите вы их, товарищ младший лейтенант в казарму Похлопцы померзли уже так, что ну я нахрен Да и жрать пора Вот то они и рыгочат Командуйте сами Святкин станет строить Своотравняйся Сирно Отставить смех Шагом марш Хорошо у вас, Валентина Ивановна, в деревне Ну, сорванцы по талии мне устроили С мальчишками в снежке играл Так один рыжий мне прямо в глаз влепил А, это Иваненко Ой, сорванец Э, отстают Да, как хотят, так и ходят Починим Ани не было еще? Нет Ах, неугомонная, все хлопочет Да, мужик от хлопота, баба хлопотом Такая, видно, судьба бабье А вот, у Ани особая И не так ей весело живется, как кажется Не сложила жизнь? Сложилась Сама себя сложила, какую хотела Жалеть нечего А что такое? Знаешь, госпитали такие есть, где раненые до сих пор лежат Какие раненые? С войны Те, что сами есть, не могут или без памяти еще Тридцать лет прошло, они все в атаку идут За мной, кричат ребят, вперед Ну вот, Аня После мединститута и попросилась работать в такой госпиталь Выходила там одного летчика Жизнь вернула И замуж за него вышла Да только на год его и хватило Умер? Нет Опять в бой пошел Свой последний таран И не видит, и не слышит Прикрой Атакую Тридцать лет летит И никогда лететь не может А опять в госпитале? Нет, Аня не отдала Говорит, не могу Он же за нас до сей поры В бой идет А ты говоришь, не у меня комонная А вот и я Что же вы сидите, черти? Я же машину достала Поехали Ну и не терпляши ты, Кадиридзе Та не три, не триш дирку протек Ей куколку гладити треба Металласку любит Воно Не підказуй Ты девку гладив коли-небудь Зачем вы так хозячина говоришь Девка У меня жена есть Жена? Не обидно Да не смеши воно Ты можешь сказать, что и китай уже на стругау Опять обидно говоришь Ты мне скажи На русском Дядь есть? Я отвечу У меня синяя А у меня, ребята, девочка Я ей знаете, какое солнечное имя нашел Ты бы лучше пружину нашел А то баланду травить вы все мастера Так я вот интересуюсь, где наша пружиночка? А? Уронил, наверное Уронил? Уронил так и щи, салага А то твоя девочка в первом же бою сироткой останется Давай, давай А у меня двое Близняшки Ярослав и Михаил О, счастливый человек А где Горбузенко? Горбузенко к серверу, к старшине ушел Мыло выпрашивать Ну, нам же выдали мыло А нашему мыльцу ножки приделали Кто-то И оно ушел от нас Хабарбеков, а что вы под столом разлагольствоваете? Вы что, вообще оттуда не собираетесь вылезать? Я, товарищ младший лейтенант Спросить хотел Ну, спрашивайте У нас на ужин пшено будет? Пшено Товарищ младший лейтенант Завтрак пшено Обед пшено Ужин пшено Узбек вам птичка, что ли? Ну, прекращайте свои остроты Как говорит наш Гусев хихи Вот пусть Гусев и клюет это пшено Да что тебе Гусев? Что-то Гусев, Гусев Лавкин, а почему вы один ПТР чистите? Где ваш первый номер? Где Святкин? А, это Ну, что ну? Ефрейтор приказал, чтобы все блестело А сами Где же они сами? А сами они спят У них режим с Режим с Понял С Встать Ефрейтор Святкин Встать Здравия желаю Раны Что? Ноют, да? Застудил нынче, наверное Период героического отражения Танковой атаки Застудили Все, лейтенант Прощай Не поминай лихом Я, в общем, хороший Блять, моя рана Куда я там? Может, за доктора? Скажешь Командиру роты Жаловаться побежал Сушлик несчастный Лена Ладно Я плохой командир Не могу справиться со Святкиным Не умею командовать Руководить Но ведь вы же комсомольцы А кругом война И сотни тысяч И таких же пацанов Как мы гибнут сейчас Своими смертями Давая нам возможность Успеть хоть чему-то научиться А вы Смеетесь Ржете Как Лошади И это, по-вашему, честно По-комсомольски Я не виноват, что я ваш командир Я готов сейчас стать в строй Как рядовой Готов поменяться с любым из вас И не потому, что боюсь ответственности А из-за того, что Ведь вы же товарищи Мои Вы же мои товарищи Мы же вчера с вами За одной школьной партой Вместе сидели А вы Вы предаете меня Мне стыдно за вас Мне стыдно за вас, ребята Свата Сват Можно тебя на минутку Товарищ капитан Оставить О чем речь Да вот Лейтенант инициативу проявляет Таких инициативных Надо по ленивоенторгой использовать А не в пехоте Пунктик у него на бросках Мороз 30 градусов А он за сутки третий бросок Ты еще ночной Так взвод втянулся Хорошо, что не вытянулся А если действительно поморозите Так ведь Мы бегом, товарищ капитан Бегом, не шагом Да, бегом, не шагом О, как у вас относительно Строевой? Ну, занимаемся Приезжает поверяющий Оттуда О, а надо бы потолок побелить Надо Понял А все поверяющие имеют одну слабость Какую? Какую? Служба не знает Все поверяющие любят прохождение с песней Немедленно нужно выучить Хорошую строевую песню Ну, эту, как ее? Ну, будешь отстаивать честь батальона Понял? Понял А бросок? А это уже дело родного Начну? Так точно Против? А? Против Понял Разрешите идти, товарищ капитан? Идите О! Немедленно Проверьте казарму На предмет лишнего барахла Чтобы все было чисто и пусто Ясно? Так точно, товарищ капитан Ясно Идите Есть Товарищ младший лейтенант Звод занимается по расписанию Дневальной рядовой Глебов Глебов Нужно срочно проверить тумбочки Все лишнее на стол А что лишнее? Ну, кроме умывальных принадлежностей Кружек, ложек Книг Все Задача ясна? Ясна А махорка? Махорку можно оставить О! А это что такое? Патефон думаем собрать Товарищ младший лейтенант Возьмите Ну, для этого нужен как минимум Сам патефон Достанем Ну, уберите, уберите Есть Что из дому пишут Глебов? А писать-то некому Мать-сестренку в Германию угнали Отец партизаник где-то Если жив Одна бабка осталась Да и та не видит ничего А вы что, в партизаны не ушли? Я-то Пахал я На немцев, значит, трудились? Да, у немцев пайки получали Странно, странно И много вас там таких пахарей было? Да было уж Товарищ лейтенант Мыло То самое, ворованное Так Он его за фанерку сковал Чья тумбочка? Святкина? Нет, Крынкина Ко мне его, живо! Есть Рядовой Крынкин по вашему приказанию Объясните, Крынкин Как это мыло Попало к вам в тумбочку Нет, ну что же, умолчите Вы меня не слышите, Крынкин? Я, это Виноват Ну, глубокая мысль Эх, а еще комсомолец Ну, я надеюсь, до первого собрания комсомолец Простите меня, товарищ младший лейтенант Берите мыло И идемте ко взводу Вот там своим товарищам вы все и объясните Мамане послать хотел Маманя голодает у меня И сестры сильно голодают Отца убило у нас И брата А когда на среднего брата похоронка пришла У мамани ноги отнялись По избе еще ходит А так Думал Мыло им Хлебца, чтоб купили Голодно Голодно сильно им Товарищ младший лейтенант Мне Мне жаль вас Крымкин и Родных ваших жаль Но ведь вы же Украли У своих же товарищей Украли Украл Так точно Думал, мама Не думал Хлебца, чтоб купили Да простите вы его Товарищ младший лейтенант Я насчет голода знаю Когда мать есть, хочет так не то, что мыло Простите, Крымкин, а? Оставьте ваши советы при себе, Глебов Ну тогда я скажу, что я украл И пусть штрафнуй меня Пусть куда угодно, лишь бы на фронт скорее Вы под немцами не были А я был И не просто был Я пахал под ними Да Пахал И все равно скажу, что я мыло украл А не Крымкин Вы что, не видите? Он же слабый А я злой И мне ничего не страшно Так что либо я, либо что-либо Что-либо, что? Что это мыло опять в тумбочку? За фанерку заховать? Что вы молчите, Глебов? Да возьмите в это мыло Пойдите на почту И отправьте Крымкиной мамане от имени всего взвода Не надо этого, не надо Нет, надо Надо, чтобы ты гад на всю жизнь запомнил Как у товарищей воровать Ну ладно Идите к Крымкину Есть И помалкивайте там Пока Не понимаю я вас, Глебов Не понимаю Нет, вообще-то С другой стороны Ну, все равно Не педагогично Понимаете Понимаете Не педагогично Эх Товарищ младший лейтенант Не голодали вы Не голодали Ну прямо изба читали Братцы, вы бы хоть познакомились? Да мы вроде бы уже как-то Ну, Мятников Певец, народный артист Знаем, телевизор смотрим Сайко Юрий Иванович Профессор Доктор наук Лавкин Леня Лавкин Сантехник Жека Номер 185 Юрий Иванович Константин Лавкин Леня Лавкин Учеными степенями не отмечен Пока Так что, ребята Сообразим что-нибудь Сморозца Леня Все в свое время О-о-о Хабарбекова Юнес Солдатская дочь И мать троих детей Очень приятно, Лавкин А это сестры Крынкины Здравствуйте Здравствуйте Глебов Племянник Главный инженер Металлогического гиганта Сибири Банки открывает А вы ляст в точке Ну, давайте работать Братцы Я избегать могу Отставить Не торопите события Нам же сказали Всему свое время Нет-нет-нет Обождите Обождите Я не пойму Время для нас Или мы для времени Это проблема Видите ли Для пловца Плывущего по течению Вода не меняется Для тех же Кто плывет против течения Она всегда новая Вот если плывешь Вместе со временем Становишься рабом времени Вот если преодолеваешь время Когда все течет Все изменяется Проходили Или, как говорит мой напарник Когда его просят починить кран Текет, ну и пусть текет И никаких проблем Фольклор Вот такие пироги А нам мыло прислали Как раз когда мама померла Аккуратно посылка пришла Вы знаете Думали, ну хоть кусочек Хоть обмылочек Сохранить на память навсегда А в новую избу переезжали И потеряли то мыло Да Вот люди были Война ведь Голод и смертушка А они обо всех помнили Обо всех думали Какие люди были На передовую идете Помните В бою главный солдат Солдату тяжелее всех на войне Он первым на смерть побежит Обманет удача Не обманет вечные слова Если солдат что-то не умеет То не солдат виноват Командир Все с вас Спросят лейтенанты Все с вас Если мы Солдату Нашу землю доверили То вам солдат Самое дорогое Что у нас есть Дорожник придумаешь Кто командир взвода Где ефрейтор Первой гранатой Разнес Макет танка Младший лейтенант Суслин Третий комсомольский взвод Истребителей танков Комсомольский? Отлично Как фамилия молодца? Ефрейтор Святкин Товарищ генерал Взводный запевала Дважды молодец Твой взвод Выделен для прохождения Так точно Товарищ генерал Команды, лейтенант И скажи ефрейтору Чтоб порадовал песней Как порадовал меткости На учениях Иди Есть! Суслик бежит На полусогнутых Слушай, философ Чего люди суетятся? Субординация, сват Субординация Только не философ А филолог Да один хрен Грамотный Субор что? Тихо Ефрейтор Святкин Генерал лично Лично просил, понимаете? Уважен Как махну рукой Запевать И чтоб ножку, ножку Чтоб земля гудела Да не волнуйтесь Понял Шагом Марш! Аты-баты шли солдаты Аты-баты на войну Эх, а нам бы кралю Нам бы кралю Нам бы кралю Хоть одну Эй! Нам бы кралю Нам бы кралю Нам бы кралю Хоть одну Белоруссия родная Украина золотая Ваше счастье молодое Вы стальными штыками Оградим А что это им поют такое? По долинам и по взгорям Товарищ генерал По морям Вы стальными штыками Оградим Мы сейчас здесь На станции Подбедня Отсюда и пляши Найди Илинку Куда полез на соседний участок? Маршрут Илинка Ага, понял Переночуешь там Потом потопаешь на Румянцево Доложишься старшему Ну и куда пошлют? А вы? Петров, куда ты лезешь? А ты чего боишься? Начальство всегда найдется Так нет, чем же их кормить-то стану? И спать где? Получишь шпайок На двое суток Ну а насчет поспать Так дурацкие песни Придумывать инициативы хватает А как солдат отспать Так нет, насчет песен Получилось так Товарищ старший лейтенант Товарищ старший лейтенант Разгрузка закончена Комбат приказал уводить эшелон Давайте сигнал Есть? Пошел! Слушай, а может забрать У тебя этого родного запивала? Свата? Никогда Ну что, товарищ старший лейтенант Сколько еще, товарищ лейтенант? Деться чертова линка Хлопцы, уже шкарметь и пора Ну по карте Минут сорок, пятьдесят Придется потерпеть Трохи можно Товарищ лейтенант И тянись, хлопцы! Надо по квартильеру вперед Не одни ж мы там Правильно, вот вы и... Может лучше Святкин? Святкин, кто из петь земли достанет Да и потом причина у него Какая причина? Вечером не знают Ну-ка я передам ему Передавайте Не растягивайся, хлопцы И тянись Не пылья пехота Привет, славяне! Ребята, стол накрыт! Давай лопату, Костя Пойдем Петрович Да Послушаю Может быть не надо завтра Этого мероприятия? Не суетистый, председатель Не надо такие вещи режиссировать Да нет Я завтра людей отпущу Ну ты ж понимаешь Нам же хочется побыть Одним Наедине Петрович Это Наши отцы Могила наших отцов Ваших Да у меня в селе Почти в каждой хате То ли старуха без сына То ли дети без отца Могу я им запретить Ведь у меня самого Отец где-то в Пруссии погиб Ну приду я завтра Так что прогоните что ли Так что Товарищ профессор Миша Дорогой ты наш Народный артист Ни черта у вас не получится Пошли в дом Посидим А там разберемся Ну садитесь Ивановна Ивановна Вот принимайте гостей Вы тенгист Товарищи знакомьте Это тенгист Кадыридзе Очень приятно Лавкин Сереженька, раздевайтесь Идемте Прошу всех к столу Гусев, мотай звицы Гусев Гусев Да что вы вечно Гусев, Гусев Гусев, Гусев Хлопцы, то что вы Сголоднокраич еще Ну ты Скоро уже Деревни раненых полно Еле крышу Раздобыл Спасибо местное население Помогло Валентина Ивановна Валюха, ну иди сюда Да не стесняйся Иди сюда Вот она Ну спасибо, Валюх Здрасте Здрасте Тут в каждой хате по палате Раненые, раненые, раненые Санитарки Ну что-то вроде вакопункта Большие бои Да, взяли фрица в колечко Днем дальнобойную слышали, когда мы шли Вот это их обрабатывали Так что, лейтенант, считайте мы опять В глубоком тылу Ну ладно, я к бабушке пойду В Некрасовку Так как же в Некрасовку? Там же немцы Нет, немца выбили Бабушка там и Ну тогда привет бабушке До свидания, Валюха Товарищ лейтенант Да Тут вот какое дело 365 дней Это не просто год А во время войны 365 дней Это вечность Эпоха А он выстоял Да Живет Да, реквийный хлопчице Скажу я вам Не баран чхнул Ну так как? Я ничего не понимаю, Мятников Вы так бессвязно говорите Что кто он? Кто вы стоял? Какой год? Что за вечность? Что тут непонятно? Сыну Святкина Сегодня Ровно год штукнуло Ну так как? Да, не успели выйти Из расположения роты Как уже посыпались Юбилей Чтобы меня в первом бою В клочья миной разнесло Чтобы мне век свободы не видать Ну нет Я вас поздравляю А дальше-то что? Дальше? Дальше война будет, лейтенант Дальше пив-паф Ничего не так завтра Так вот имею я право День рождения сына отметить Если у меня своего дня рождения не было Я из беспризорников Короче, есть самогон Но меняет на сахар этот тип Вот я и прошу Первый и последний раз прошу, лейтенант Позволь сегодня с хлопцами По глоточку, так? Ну За сына Я парню написал, чтобы он человеком был Чтобы ему не довелось хлебнуть то, что мне Чтоб дешевка из него не вышла Друг Мне нечего тебе подарить На твой праздник Бери мой хлеб Бери мой сахар Селедку И все То, что положено Извини, дорогой У меня больше ничего нету Ну Уважаем Ну так Как? А почему вы молчите, товарищ младший лейтенант? Неужели вы не можете? Ну Сахар принадлежит взводу Ура, братцы Попьем, значит, без сахарку За здоровье свата младшего Ура! Весь сахар в фон гифрейтера И сегодняшний, и завтрашний Правильно я говорю? Ура! 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 Да почему тут ура? Правильно я говорю? Без женщин нет праздника Мой цартак уйдет Это не переводится Вы знаете, что такое женщина? Что? Женщина – это мать, это сестра, это любимая. Не за себя прошу. За моего друга. Он такой товарищ, такой друг, который только вот на войне встретишь. Приходите к нам. У нас сегодня праздник. Давай поздравим вместе. Только вы не говорите, что я вас простил. Пожалуйста, приходите. Хорошо, придется зайти. А то расплачется. Мужчина не плачет. Мужчина огорчается. Лавкин, сядьте. Есть? Именинник просит слова. Добрый вечер. Принимайте, дорогие гости. Мать честная. С именинником вас. Здрасте. Кимка. Кимка. Товарищи, дорогие мои друзья, сыны, дочери, родные наших дорогих. Тридцать с лишним лет назад, ровно день в день здесь, в Ильинке, праздновали день рождения одного человека. Он здесь. Он здесь. А его отец, который тоже мог бы жить сегодня и быть сегодня с нами здесь, он не дожил. Он погиб. Он погиб. Погиб как герой. Погиб на следующий день. Но мы не будем сегодня горевать. Мы будем радоваться. Радоваться, что такой человек жил и так прекрасно отдал свою жизнь. Мы будем пить, пить за него, за его сына, подполковника Константина Викторовича Святкина. Мужчины не плачут, машины огорчаются. Цыганочка с выходом исполняет именинник, изобразит. Мужчины не плачут, машины огорчаются. Звотный, дай рун! На пузе затонтуй! Дорогая, позолоти ручку! Звотный, дай рун! На пузе затонтуй! Кимка, я искал тебя. Не надо выдумывать, Игорь. Нет, правда искал. Хотел написать тебе, но не знал куда. Как ты оказалась на фронте? Так же, как и ты. Ну, я ж мужчина. А я женщина. Должен же кто-то вас перевязывать, стирать ваши гимнастерки. Эх, Кимка, Кимка. Кимка Веленстович. Как я счастлив, что я нашел тебя. Не надо. Счастлив будет тот, кто переживет эту войну. Кимка, Кимка. Что? Ничего. Просто мне интересно повторять твое имя и фамилию. Не надо выдумывать, Игорь. А я не выдумываю. Вот помнишь, когда мы принимали тебя в комсомол, то все допытывались. Почему у тебя иностранное имя, Кима? А ты сказал, что папа назвал тебя так в честь коммунистического интернационала молодежи. Только женского. Только женского рода. Ты мой коммунистический интернационал молодежи, женского рода. Месяц назад погиб Боря Яценко. Борька? Сгорел в танке, мне Катя писала. Борька сгорел. Первый из нашего класса. Третий. Третий Игорюк. Гриша Чубин и Володя Самохвалов тоже. Кто следующий? А я даже ничего не знал. Я потерял с ними связь еще до училища. Никому не писал. Скоро мы останемся одни. Одни девчонки. Ох, мальчики, мальчики, что вы с нами делаете? Ничего. Всех не убьют. Да? Всех не убьют. Ким. Ким, ну что ты, Ким? Ким, ну что ты, не надо, Ким. Ты правда рад, что встретил меня? Ну, конечно. Я никогда не получала писем от отца. Он не писал их в ту ночь перед боем. Он был с мамой. Это была единственная ночь в их жизни. Поэтому я Анна Вилинстович, а не Анна Суслина. И ордена у нас нет. Он хранится у бабушки, у папиной мамы. Бабушка мою маму не признала и ордена нам не отдала. В те годы редкая любовь приносила счастье. А моя мама считала себя счастливейшей женщиной. Странно, правда? А может, нет. У них были другие единицы измерения. Счастье и несчастье. Это наш госпиталь. Надо девчонкам сказать, что я пришла. Я подожду. Пойдем вместе. Здрасьте, дядя Алеш. Здравствуй, дочка. Я пойду девчонкам скажу, ладно? Слышь? Спать, спать, спать. Слышь? Слышь, браток? Дай закурить. Вы знаете, я не курю. У меня... Ах, жаль. Нет. Слышь, руку хотят отнять. Не дам. Правый не дам. Игорек. Идем. Воды. Потерпи, сыночек. Тобе нельзя, нельзя. Потерпи, деточка, потерпи. Воды, мама. Воды. Ну... Мы поспорили с Борькой и Яценко, что я... А ты стояла у доски, и я подошел к тебе... И положил свою руку тебе на плечо. Вот. Вот. А... Потом... Провел там, где... Нельзя. А ты на меня... Так посмотрела... Будто я ударил тебя, и мне стало так... Стыдно. Мне и сейчас... Очень стыдно. Иди ко мне. Кимка. Где? Ну? Ну где нельзя? А? Где? Можно. Теперь все можно. Потому что вас убивают. А мы остаемся. Потому что я люблю тебя. Тимка. Молчи. Я знаю. Дура я несчастная. И ты тоже дурак несчастный. Господи. Господи. Пусть хоть дети наши будут счастливые. Пусть хоть дети наши будут счастливые. Дед сказал. Вы будете пить вино вечером. Говорить хорошие тосты. Вспоминать своих отцов. Когда человек рождается, он обязательно плачет. А все вокруг улыбаются и говорят. Здравствуй, дорогой. Пусть каждый из нас проживет свою жизнь так, чтобы когда придет его час, он один бы улыбался. Остальные плакали и говорили. Прощай, дорогой. Как сегодня мы говорим своим отцам. За честную жизнь. За последнюю улыбку. За гордую улыбку человека. Алла Верды. В смысле, передай слово другому. Вот, целый день мы проблемы, проценты. Я недавно вычитал в газете, что фронтовиков, родившихся в двадцать втором, двадцать третьем, двадцать четвертом годах, осталось живых на сегодня всего только три процента. Три процента. Во проблема. За девяносто семь процентов. Алла Верды. Дай. Это День Победы. Порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы. День Победы. День Победы. День Победы. Это День Победы. Порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. У них своего лейтенанта Кимка тяжелого полковника привезли в операционную вон. Требует кого-нибудь из офицеров. Слышишь, Кима? Успокойтесь. Сейчас вам станет легче. Потерпите, потерпите. Товарищ полковник, по вашему приказанию младший лейтенант Суслин явился... Оставьте нас с офицером. Сейчас на стол. Скорее. У меня нет времени. Товарищ полковник. Смотри мне две минуты. Понял. Товарищ полковник, мой взвод в 11.00 должен быть в Румянцево и... Отставить Румянцево. Немцы прорвались из окружения. Моторизированная группа с танками и бронетранспортерами. Понял, товарищ полковник. Не перебивай. Они идут на Ильинку. Здесь полно раненых. Я доложил о прорыве. Помощь будет. Но ты должен задержать немцев. Любой ценой. Сколько у тебя бойцов? Взвод истребителей танков. В Ильинку ведут две дороги. Постарайся перекрыть обе. Продержись. Продержись, лейтенант. Продержимся. Решите выполнять? Ступай, сынок. Есть! Ступай. Подожди. Что? Что он сказал? Полковник? А, он сказал, чтобы я поцеловал тебя. Миленький. Кима. Прошу тебя, уцелей. Кима. Уцелей. Ну, Кима. Уцелей. Кима. Извини. Ким, я... Только уцелей. Прошу тебя. Уцелей. Здесь погиб связной, которого младший лейтенант Суслин послал за помощью. Этим связным был Вано Кадырица. Извинились. Обычная лейтенант. А что, письмитесь? Продолжение следует... Как собственное... Уцелей-то? Уцелей. Согласен. Прижищем. По-руцелей. Отец, я тридцать лет шел к тебе. Звак! Дружье! Тревога! Займете эту высотку? Здесь болото кругом они не обойдут. А я их у речки, возле дороги задержу. Да, успеть бы окопаться. Да не в жизнь, Звак. Чтобы наши фрицев из колечка выпустили, не те времена теперь. Но, на войне чего не бывает. Не как суслик опять бросок затеял? Слушай, юноша бледный. С обзором горящим. Если еще кто-нибудь взводного обзовет собачьей кличкой, разберу на запчасти. И скажу, что так и было. Правильно. Первое отделение, становись. Второе отделение, становись. Третье отделение, становись. О, Валюха, иди сюда. Ну все, командуйте. Ну прощай, лейтенант. Вы эту мистику бросьте. Это и так, на всякий случай. Командуйте. Вусин, забыри патроны. Есть. Взвод строится. Почему постороннее здесь? Да это же Валюха, свой человек, младшой. Я к бабушке, в деревне. Девочка. Быстро, домой. Третье и четвертое отделение направо. За мной бегом марш. Свар, Свар, ты выясмени, подсоби, командир. Да за кого ты меня держишь, Горбул? Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ Вырывайся в шар с земной! Не на дядю работаешь! Дедя, черт носит! Готовь диски! Хорошо, хоть успели окопаться, теперь они нас точно не обойдут. Правда? Не должны, вброд глубоко. Им остаётся только мостик. Эх, рвануть бы его! Может, гранатами? Нет, гранатами не возьмёшь. Я, пожалуй, этот мост поручу Свату. Не возражаешь, командир? Не возражаю. Сват, к командиру! Сват! Так, только без стрёпа. Играем ваты-баты или... Или Сват. Замётано. Сват, тут тебе мост поручается. Рвануть его не удастся. Попытайся пробочку организовать. Хорошая мысль, Ваня. Я уже местечко подогнал. Только на мотоциклистов. Время не трать. Сиди потихоньку и жди. Либо танк, либо транспортер. Либо пароход. Так. Но до первого выстрела, до первой моей гранаты, ни шороха замерет, ни писка. Нервишки выдержат? Не у вас, товарищ лейтенант, у Балтики. Он танк за полкилометра видит, тельняшки рвёт. Сват! А, товарищ младший лейтенант, я правильно ваш приказ передал? Приказ? Да, правильно. Товарищ Святкин, вы... Оденьтесь, а то простудитесь. А, это правильно. Можно нас, может, ссортить. Да. Спасибо, Сайко. Вот это по дружбе. Это не по дружбе. Не в дружбе дело, а в службе, лейтенант. Ну, я на место. Ага. Держись, Игорёк. Да-да. Значит так, если тут начнётся какая-нибудь заварушка, ну, что-нибудь вроде войны, понятно? Для вас что главное? Что? Не заснуть. А ты, чтобы не шарахнул меня по заднице. А то разберу на запчасти... Вот вам здрасте. Патрон, Салага. Ну? Мотоциклисты. Я гранату бросил, они повернули. Здесь не слышно, а там идут. А Крынкин? Я его в лес тащил. Игорь. Представляете, лежит трязанский парень и голубыми глазами в небо смотрит. Возьмите себя в руки, Володя. А глаза я ему закрыть не смог. Я испугался. По местам. По местам, Володя. Я же мудгадом. Я же буду глотки рвать. По местам, Володя. Кадридзе, бегом, Горбузенко. Пусть немедленно оттянется на сто метров к высотке. Разве что-то выполняйте? Выполняйте. Виноградов! Здравствуйте, Ровик Жаби. Слушаю вас. Простите, вы что, будете без меня воевать? Почему вы здесь не рассуждать? Бегом! Есть! Взвод к бою! Есть! Взвод к бою! К бою! Второе деление к бою! Первое деление к бою! К бою! К бою! К бою! К бою! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, Хабанера, тащи патроны Куда? Не дрейфь, Хабанерочка, раньше смерти не умрешь Цайко, назад! Видал, брат, какая позиция мировая? Автомат взял? Да взял, ну Сзади тебя в днищий люк, поглядывай Чтобы фрицы его не открыли, а то шарахнут нам по затылку Ага Давай Воды, мама Сейчас Мама, воды Сейчас, потерпи, Гузя Сейчас Ребята Кто-нибудь Ребята Мама Патрон Господа бога, душа мать Куда он прет? Они этот тигр в речку хотят столкнуть Им мост нужен Слушай, Хабанера У тебя патефон когда-нибудь был? Какой патефон? У меня тоже не было Жалко, правда? Хватай ручья и мотай отсюда, на! Бегом, Хабанера! А ты? А я с этой стервой поговорить хочу А то раздавит нас под танком и фамилии не спросит Ваня! Ваня! Иван! Балтика накрылся Святкин, танк! Держи фланги, лейтенант Танки жечь мы сами будем Сейчас в очередную пойдут И жить нам, лейтенант, сколько продержимся Вот это и есть наш последний Ох, и красиво мы пели Патроны есть? Нет На, полдиска Спасибо Свят Они лапти своему тигру накинут И все наши смерти коту под хвост Ты видишь дождь? Весна, лейтенант Ну, я пошел Все мне надоело Что, Свят? Ты куда? Что, струсил, да? Струсил! Дурак ты, суслик И буду я распоследним пижоном Если я эту б***ю не уделаю Ну, цыганочка с выходом Прикрой! Свят! Все, товарищ лейтенант Двое нас Трое Последние Патрон Ох, и трудно моим будет Патрон! А ты с закрытыми очами Спишь под фанерною звездой Патрон! Вставай, вставай Однополчанин Вставай, вставай Однополчанин Вставай, вставай Однополчанин Бери шинель Пошли домой Что я скажу твоим домашним Как стану я перед вдовой Неужто клясться днем вчерашним Неужто клясться днем вчерашним Неужто клясться днем вчерашним Бери жене, пошли домой Война нас гнула и косила Остал конец ей самой Четыре года мать без сына Четыре года мать без сына Четыре года мать без сына Бери жене, пошли домой Мы все войны шальные дети И генерал, и рядовой Опять весна на белом свете Опять весна на белом свете Опять весна на белом свете Бери шинель, пошли домой Опять весна на белом свете Бери шинель, пошли домой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова